Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout 3. В прошлой серии мы пришли в цитадель Братства Стали и научились как-то очень легко и быстро пользоваться силовой броней. Ну, да ладно. Мы теперь можем пойти... Очень неплохо для Гражданского доставить сюда доктора целым и невредимым. Я Сара Лайонс, страж и командир отряда Львиный Прайд. Мы из Братства Стали. Что ты можешь рассказать мне о Львином Прайде? Это лучшее, что есть в Братстве. Никто не попадает сюда без моего согласия. Что ты думаешь о Банк Лаве? Я читала отчеты и видела первоначальные сканы. Читала отчеты. Но в это трудно поверить. Я решила, что эти радиопередачи просто старые записи. Никогда не думала, что Анклав появится перед нами воплоти. Но не волнуйся. Чтобы они не попытались сделать, мы готовы ко всему. Завтра я поведу Прайд, чтобы покончить с ними. Если мой отец одобрит. Именем отца моего. Прощай. Можно играть в Хардстоун. Не знаю, вы видели это сообщение или нет. А, загрузка завершена. Так. Песец. Ясно, это просто песец. В сравнении с Анклавом, мы просто... Досье семьи Мэксонов. Штат Мэксона. Расположенный в Новой Калифорнийской Республике. Был построен рядом с бункером в Лост Хиллз. И охранялся братством Сталин. Никакой дополнительной информации на данный момент не имеется. Кто все эти лица? Кто все эти люди? О боже мой. Нет, я что-то не горю желанием читать. Пещерные люди. Так не может продолжаться. Все эти досье. Список убежищ в округе Колумбия. О, это интересно. В 12-м мы были. Из 101-го мы. Восьмое. Цели проекта. Порча файлов. Личный состав. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Эти два ключевых момента вместе с катализатором развиваться. Запланированное направление. Так, ладно. Убежище 67. Цели проекта. Доступ запрещен. Ясно. Нам не расскажут о целях проекта, видимо. Братство к твоим услугам. Приветствую, чужак. Я писец Джеймсон. Мы наслышаны о том, что тебе пришлось испытать. Прими мои соболезнования. Если я чем-то могу помочь, буду только рада. У меня есть несколько вопросов. Ну, давай. О, конечно. Одна из моих любимых тем. Что ты хочешь знать? Во что верят братства? Мы верим в технологию. В победу творений древних над ужасами и тварями пустошей. Мы верим в доверие. Доверие технологиям. Доверие другим братьям. Доверие нашим старейшинам. А, еще мы верим в победу. Нас стало меньше, но мы продолжаем сражаться. Супер-мутанты, анклав, все это не важно. Сдаваться мы не собираемся. Оптимистично. Оптимистично. Весьма. Нами руководит старейшина Лайонс. Его синишаль – высший паладин Кросс. Страж Лайонс, дочь старейшины, возглавляет львиный прайд. Наш элитный отряд. Паладины командуют рыцарями. Рыцари – это основа братства. Они отправляются на пустоши устранять зло и искать утраченные технологии. Песец Ротшильд руководит теми писцами, которые ищут знания и восстанавливают найденные братством технологии. Так. Мы впервые прибыли на столичную пустошь в 2255 году. За первые несколько лет мы обнаружили цитадель, супер-мутантов и проект «Чистота». Ах, очиститель! Потрясающая работа! Твой отец и его команда проделали огромный труд. Вот. Братство, между прочим, помогало оборонять их. По крайней мере, какое-то время. Но нас становилось все меньше даже в те дни. Пришлось перераспределить силы, и тогда у них не осталось шансов. Наверное, именно тогда и ушел твой отец. Я... мне очень жаль. Я бы очень хотела, чтобы все сложилось иначе. Так, хорошо. Голографический жутон. Правда? Надо же. Это вытаскивает на свет Божий печальную для братства историю. Но, может, ты чем-нибудь нам поможешь. Если у тебя есть время, я хочу тебе кое-что предложить. Разумеется. Хорошо. Как видишь, братство работает по всей территории руин Вашингтона. Часто без контакта с основной базой здесь, в цитадели. У нас плохо со связью, поэтому многие группы, работающие в поле, действуют независимо, без постоянного отчета. Иногда, боюсь, их операции заканчиваются смертью. Я хранитель свитков и отвечаю за то, чтобы увековечить деяния каждого павшего брата. Зевок. Отличный вариант ответа. Ну, давайте так. Окей. Какая мне выгода в том, чтобы носить эти жетоны? Нам доступно множество технологий, благодаря которым мы все еще производим кое-какие полезные штуковины. Я дам тебе крышек за каждый принесенный тобой жетон, а иногда буду подкидывать и кое-что поинтереснее. Ну, хорошо. А как тебе их отдать, или я отдал уже? Ладно. Спросите еще. Есть несколько... Нет, 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 нет. У меня есть несколько глагографических жетонов. Вот. Мне больно слышать о погибших братьях, но их имена и деяния останутся в записях. Ну, один точно был. Скажи, сколько у тебя жетонов? Два. Забирай все. Имена павших нужно внести в свитки, чтобы их не забыли. Никогда. Что до тебя, то вот твоя награда. Используй ее с умом и на благие цели. Ого, 200 крышек. По сотне за каждого, да? Отлично. Да, мы тут жируем, значит. Ладно. С этой подругой мы разобрались. Еще терминал. Библиотеки Пентагона. Отчет о НЛО под кодовым названием Пала... Непонятно что. Дальнейшие исследования загадки НЛО под кодовым названием Паладин подтвердили наше подозрение. Вечером 3 мая 62-го года инопланетный корабль неизвестного происхождения действительно появился в небесах к северу от Хегерстауна, Мэриленд и разбился в безлюдной, поросшей лесами местности. К сожалению, попытки найти корабль ни к чему не привели. Невозможно определить его местонахождение или имеется щит, скрывающий объект из вида, или пришельцам удалось подчинить летательный аппарат и покинуть место крушения до нашего появления. Несмотря на безуспешность поисков, трудно отрицать значимость этого события. Мы не одиноки. Отсчет о проекте Мозговой штурм. Выполнены о работе. Мы достигли внушительных успехов в работе над нашим главным проектом индивидуальный индуцированный патриотизм. Наши агенты успешно включили явные скрытые патриотические лозунги в масс-медиа, используя все доступные средства от большого экрана до воскресных развлекательных передач. Возросший приток в армию добровольцев из числа целевой аудитории служит подтверждением эффективности нашей работы. Агент в веб добился особых результатов в работе с музыкальной индустрией. У него есть интересные предложения касательно массового спорта и даже столь трудных областях, как комиксы и игрушки. Успех здесь обеспечит внедрение нашей идеологии с раннего детства, что в свою очередь окажет положительное воздействие на нацию в целом, превратив ее в сообщество преданных слуг отечества. Клайкина. Боже мой. Интересно, подрывная мутация. Инженер, что удастся совершенствовать это живое оружие для переброски в Красный Китай. Будучи тайно высажены в тылу врага, мутанты с их агрессивностью, неутолимым голодом, совершенным устроением организма смогут за короткие сроки разрушить инфраструктуру территорий, ослабив противника и подготовив почву для наземного второжения. В этот момент можно задействовать генетический переключатель убийцу, позволяющий провести дезактивацию. Это значит, что не потребуется операция по зачистке местности. В текущем проекте используется генетический материал грызунов. В частности, обычной серой крысы достигнут значительный прогресс. Тестирование ВРЗ не проводится, поскольку результаты эксперимента бесподобны. Тебя что-нибудь нужно, друг? Я получил результаты, которые вы пригласили. Я направил их вам. Кольцо Б. Давайте мы тут еще осмотримся немного. Что интересного у них тут может быть? Все что-то балаболят. Мы рады приветствовать тебя, Девчонки. Спасибо. Капитан Сумрак. Что хорошего расскажешь. Что я расскажу? Я могу отстрелить голову любой твари в пределах двухсот метров. Я лучший стрелок в братстве стали. Даже у Колвина на счету меньше убитых, чем у меня. Вот что я расскажу. В смысле, ты была лучшим стрелком. Сейчас здесь есть я. О, юмор пустошей. А что, мне нравится. Еще шутки в запасе есть? Так. Чем ты здесь занимаешься? Я снайпер Прайда. Если какой-нибудь мутант окажется в пределах мили от меня и моей винтовки, другим солдатам там делать нечего. Драться уже не с кем. Колвин считает, что стреляет лучше меня. Каждый имеет право на заблуждение. Так. Расскажи о львином Прайде. Мы самое элитное тактическое подразделение. Когда-либо сформированное в братстве стали. Как здесь, так и где-либо еще. Нет ничего, с чем не справились бы сарин и львята. Так. Ну окей. Палач. Да? Ты не болтун, верно? Нет, это не так. Чего ты хочешь? Так. Чем ты занимаешься в львином Прайде? Спецоперациями. На то мы закроем тему. Неразговорчиво. Ясно. Так. А, тут дверь была, оказывается. Вот так как хитро. У тебя найдется немного времени? Да? Я просканировал позиции анклава около очистителя. Или стоп. У них там людей очень приличные. Да, все правильно. Как ты понимаешь? Хочешь правду? Мы еле сдерживаем супермутантов. А теперь у нас еще и новая угроза. Перспектива меня не радует. Ужасающая перспектива, да? Спасибо, что испортил меня к чертям весь день. Вот что я тебе скажу. Давай попозже вместе зайдем к песцу Боудича. Говорят, он работает над новыми моделями силовой брони. Хуже не будет. Понял вас. Это интересно. Чем я могу помочь тебе, чужак? Что же происходит? Что происходит? Ну, смотри. Годами мы тратили свои силы на защиту неблагодарных жителей этой бесхозной земли. Многие мои друзья были разорваны в клочья супермутантами или ушли к изгоям. А теперь враг, с которым мы сражались более 30 лет назад, вернулся. Их технология по-прежнему лучше нашей. А у тебя как дела? Отлично. Кто изгои такие? Не хочу больше говорить об этом. Иди доставай песца Боудича. Он и мутантов у смерть заболтает. Так. Вот-то у нас без него проблем не хватало. Их оружие и силовая броня лучше наших. Лучше ли их подготовка? Увидим. Несколько вопросов от Ситаты. С этим я могу помочь. Что тебе нужно? Врач, припасы. Ладно. Все это не так важно. Хочется каких-нибудь интересных заданий, чтобы в пустошь отправили на исследование пустоши. Паладин Глейд. Что такое с палачом? С этим парнем точно что-то не так. Здесь никто даже его настоящее имя не знает. У нас тут ребята заключают пари. И весь куш сорвет тот, кто первым выяснит его настоящее имя. Хочу поговорить о палаче. Ты уже знаешь его имя? Ха-ха. Я так и думал. Ясно. Так. Али, чем ты занимаешься в львином прайде? Я тяжелым вооружением. Миниганы, гранатометы. Если это больше человека и громко бумкает, мне это по сердцу. Ясно. Ладно. Пошли дальше приставать к другим людям. Приветствую. Кодиак. Меня зовут Грег. Грег Берр. Но большинство ребят зовет меня просто Коди. Я слышал о том, что произошло у очистителя. Не беспокойся. Здесь ты в безопасности. Что с палачом? Палач? Он неплохой парень, по правде-то говоря. Он просто не болтлив, и чихать он хотел на все, кроме солдатского ремесла. Хотя... Честно скажу, он самый упертый сукин сын из нас всех. Только дело на уме. Все мы тут иногда отдыхаем, расслабляемся. Но только не палач. Ребята даже поспорили, кто сможет узнать его настоящее имя. Поговори об этом с Глэйдом. Он расскажет. Так. Как ты оказался в братстве? Ну, это та еще история. Я здесь только из-за старейшины Лайонса. Видишь ли, я вырос в Пите. Ты небось и не знаешь, что это такое, а? Это на северо-запад отсюда. Километров пятьсот. Не район, а живший кошмар. Там сходится русло трех зараженных рек. Люди там... Не блистали здоровьем. Братство Стали пришло туда с миссией справедливости. Они называли ее Бич Божий. Что такое Бич Божий? Так называлась операция Братства. Они пришли и устроили зачистку. Большинство людей там наполовину мутировали, болели раком. Но людей-то, похоже, не были. И не только внешне. Насильники, садисты, палачи. Не жизнь, а полный хаос. Бич Божий – это лучшее, что могло случиться с этим местом. Это было давно. Еще до того, как укрепили цитадель. Братство только пришло сюда. И разведчики нашли эту Клоаку. Однажды отряд братьев под руководством паладина Лайонса вошел в город со стороны горы Уош и смел всех, кто осмелился оказать сопротивление. Их была всего горстка. И все равно они сравняли город с землей. Это тот Лайонс, который рассказывал, какой он Клоак плохой и людей безоружных убивает. Как ты спасся? В ходе зачистки Братство отобрало всех немутировавших детей, кого нашли. Надо сказать, немного нас было. Я и еще человек двадцать. Чем младше мы были, тем меньше была вероятность мутаций. Это была грязная работа, но ее нужно было сделать. Никогда не забуду зрелище, как воины Братства штурмуют склон горы на рассвете. Так, что случилось с твоими родителями? Понятия не имею. Я их и не знал. Жил на улицах и дрался с крысами за еду. Так, ну, в Пит мы еще попадем. Это чудовищно, как Братство могло так поступить? В обычной ситуации я бы тебе сейчас выбил пару зубов. Но раз ты не знаешь, на что был похож Пит, на этот раз прощаю. Мне до сих пор снятся кошмары. Тридцать лет прошло, и чего я только не повидал. Но страшнее Пита, так ничего и не встретил. Это было грязное дело? Безусловно. Не самое благородное? Да, не вопрос. Вот только иначе было никак нельзя. Город нужно было уничтожить. Так, ясно. Но не хотят, пока диалог заканчивается. Все они стали послушниками. Большинство потом стали братьями. Многие погибли в сражениях. В цитадели сейчас я единственный выживший после бича божьего в Пите. Как ты оказался здесь? Старейшин Алайонс привел всех нас в цитадель. Он сказал, что безопаснее, место не знает. Тут еще шло строительство. Он записал нас в послушники и стал воспитывать. Он был строг, но учил нас выживать. Этот человек мне как отец. Потрясающая история. Не-а. Самая потрясающая здесь. Старейшин Алайонс. Он рисковал всем. Их было меньше, да и вооружены они были хуже. Я никогда не смогу достойно отблагодарить его за все. Делаю, что могу. Преданно служу братству. Я знаю, это именно то, чего он хочет. Уверен, что со временем и ты поймешь. Так. Окей, окей. Чем ты занимаешься в Прайде? Да всем подряд. Разведка, подрывные работы, штурм. Можно сказать. Ясно. Ладно, пошли дальше. А то с ними со всеми болтать можно очень долго. Тебе что-нибудь нужно, друг? Ты просто жить не можешь без неприятия. Добро пожаловать в цитадель. Мы уже здоровались. Ну, она пока ничего не рассказывает. Ладно, пошли. Войска Анклава укрепили комплекс очистителя. Че, поговорим еще с этим? В любом случае, надо бы попозже пройти во двор и потренироваться. По рукам? С палачом. Так. Как тебя зовут на самом деле? Сколько сейчас на кону? Неплохая попытка. Так. Может, мы что-то придумаем? Может, разделим выигрыш? Нет, не пойдет. Эх. Ладно. Красноречия у нас нету. Могли бы немного денежек заработать. Но это на самом деле фигня все. С умраком мы тоже общались. Лаборатория Арсенал. Это у нас лаборатория. Пошли в лабораторию. Заглянем. Рыцарь братства на страже. Так, мастерская там. Кто тут говорит? Происшествие в прошлый четверг у нас возникнут некоторые проблемы. Я над этим работаю. Ротшильд, друг мой, ты гениальный техник. Но мое терпение подходит к концу. Я хочу через три часа получить полный отчет о текущей ситуации. Что ж, отлично. Ну а теперь меня ждет огромный робот. Ух ты. Ух ты. Так. Приветствую, сын Джеймса. Эм, так. Супер мутантах. Так, в чем проблема с роботом? О, да. Все спрашивают про робота. Да и как тут не спросить, я понимаю. Его зовут Либерти Прайм. Очень патриотично. Создан очень гордым народом в очень тяжелое время. Мы добились такого же успеха в доведении его до ума, что и они. Тебе стоит поговорить с песцом Ротшильдом. Ясно. Он может рассказать больше. Угу. Позволь для начала принести тебе мои соболезнования. Я был знаком с твоим отцом много лет назад. Мир потерял одного из последних энтузиастов. Спасибо вам за добрые слова. Не стоит благодарности. Доктор Ли объяснила мне твою проблему. Тебе нужно найти некое снаряжение World Tech? Мой отец... Да, нужно найти Гек. Вот как. Какая жалость. Что ж, здесь ты его не найдешь. Хотя, возможно, мы сможем найти местоположение одного из них. Вы знаете, как его найти? Возможно. Боюсь, я не смогу помочь тебе непосредственно. Новости доктора Ли требуют моего присутствия в другом месте. Однако я могу предоставить тебе доступ к довоенному компьютеру World Tech. Возможно, в нем содержится нужная тебе информация. Терминал ты найдешь в архивах. В кольце А. Это тот, который мы читали, да? Спасибо за помощь. Ясно. Нам сейчас нужно прочесать будет все уверенности. Если тебе потребуется иное содействие, возможно, я смогу его оказать. Так, погодим. Про робота расскажем. Боюсь, сейчас меня зовут другие дела. Если компьютер окажется тебе полезен... Да-да-да. Робот. Да. С того момента, как мы его нашли, то есть уже больше 20 лет, мы нашли в файлах его наименование Liberty Prime. Прекрасен, правда? Ну, точнее, будет прекрасен, когда заработает. Все дело в энергопотреблении. Он настолько велик и снабжен таким мощным вооружением. У нас просто нет такой энергии. Пока нет. И... Сможешь? Так, кто создал Liberty Prime, или что еще интересное, зачем? Его разрабатывали как супероружие еще до войны. Первое совместное предприятие Robco и General Atomics. По задумке он должен был помочь освободить Аляску от китайцев, но так и не был закончен. Пришлось обходиться без него. Наши победили, но понесли тяжелые потери. Если мы сумеем отладить его... Ну, думаю, ты понимаешь. Угу, я понимаю. Так, ладно, почини мое снаряжение. Смогу ли я? Да. Буду ли я? Нет. Зараза. Послал меня просто такой. Не спеши. Не спеши возвращаться. Вообще молодец просто такой. Операция Liberty Prime. Диагностика. Маневренность. Система вооружения 45. Процессы. Уверен, что переправив энергию под систему вооружения и маневренности, мы сможем повысить показатель управления электропитанием по меньшей мере до 67%, что достаточно для проведения полноценной активации. Так. Это мы текущие данные как раз смотрели, да? А, нет. Управление повысится минимум до 50%. То есть существенно выше нижней границы показателей, допускающих копирование объектом. Робот такой, конечно, неплохой. Но ему же там ногу отстрелить-то вообще без проблем. Сейс Ротшильд хочет получить отчет по вашим испытаниям. Вы несли свои данные? На старте системы питания... Так, ладно. Песец. Что у них тут еще интересного есть? Туалет. Понятно. Где нам найти этого товарища? Наверное, в мастерской, да? Где-то будет. Песец, песец. Бла-бла-бла. Просто. Что там? Терминал лаборатории. Протечка гидравлической жидкости. Нам стало известно, что уже несколько песцов подскользнулись на гидравлической жидкости у восточной части робота лифта. Пока поврежденные трубы не будут подчинены, просьба соблюдать осторожность. Тактический анализ сил Анклава. Оружие плазменное, способное к дестабилизации на молекулярном уровне. Броня усовершенствованная, силовая броня Mark II. Транспортировка винтокрылым. Тактический анализ силы Анклава, оккупировавший проект частота, практически идентичны тем, что встречались на западном побережье в 41-м. Оценка угрозы серьезная. Так, понятно. Проблемы с УВС. Ускоренным векторным синтезом выявили отклонение от планировавшегося ранее. Все песцы, работающие в лаборатории, должны ежедневно связываться с песцом Ротшильдом с целью получения при необходимости модифицированных технических параметров. Доклад. Недавнее нападение супермутантов на РНГ не было началом серьезного штурма этого объекта, как предполагали ранее. Напротив, силы, что атаковали радиостанцию, предположительно, продвигались к Моллу, чтобы оказать помощь своим соплеменникам в их длительном противостоянии наемникам компании Коготь. Заупокойная служба по послушнице Рэддин проводиться не будет. Так, ясно. Ладно, не пролезу. Не пролезу. Много информации, конечно, здесь можно почитать. Не работает терминальчик этот. Но давайте мы пойдем, да, вот куда-то сюда. О, Ли. Так точно, сэр. Пожалуй, я могу смастерить один из... Разрешите идти, сэр. Мне нужно записать одну мысль, пока я не забыл. Так. Высший паладин Кросс. Приветствую. Помянуясь законам гостеприимства и слову старейшины Лайонса, я приветствую тебя в цитадели. Я высший паладин Кросс, хранитель герба и синишаль старейшины Лайонса. Кроме того, я была знакома с твоим отцом и горжусь этим. Чем могу помочь? Вы знали моего отца? Да. И тебя тоже. Давным-давно я помогала защитить очиститель воды от супермутантов. Когда твой отец ушел, я сопровождала вас обоих до мегатонны. Он был благородным человеком. Меня очень огорчила весть о его кончине. Но, насколько я слышала, он погиб с честью. Он погиб за тебя. Молюсь лишь о том, чтобы моя смерть была такой же достойной. Так. Глупо и бессмысленно. Какая разница, если человек умер? Верно. В конце концов, смерть нас всех заберет. Но наша смерть говорит о нас столько же, сколько и наша жизнь. Твой отец погиб за правое дело. И он умер, защищая своих близких. Это хорошая смерть. Но теперь я должна задать тебе сложный вопрос. Если позволишь. Конечно, спрашивай. Я сопровождала твоего отца на пустошах. Я была обязана ему помочь. Ведь он пытался вернуть людям свежую воду. Я буду рада сопровождать тебя в этом путешествии, чтобы закончить его работу. Это будет честью для меня, высший паладин Кросс. Я последую за тобой и буду тебе подчиняться. Понимаю, что не надо объяснять это ребенку Джеймса. Но я тебе не слуга. Если мне не понравится путь, на который ты встанешь, я вернусь сюда. А теперь пойдем же. Сокрушим анклав и исполним миссию твоего отца. Окей. Добро пожаловать. С Супер Кувалдой такая подруга. И она будет, насколько я понимаю... Здесь необходима особая бдительность. Будь на чеку. С Супер Кувалдой будет пользоваться. Так. Давай поговорим о твоей тактике. Я слушаю твои предложения. Как мы будем идти? Рядом или на отдалении? Хватит уже тактик. Поменять стиль боя. Членов братства. Учат обращаться со всеми видами оружия. Чего тебе нужно? Используй оружие дальнего боя, пожалуйста. Отлично. Я буду тебя прикрывать. И чем? Ты будешь пистолетом стрелять, что ли? Я буду... Да. Пистолетом будешь пшикать. Ну да ладно. Я в принципе не против. Силовая броня. Смотрите, можно взять. Так. Песец Боудич. Да, привет. Я слышал о тебе. У нас здесь в цитадели не так много незнакомцев, особенно тех, кто ходит без конвоя. Я Песец Боудич. Если тебе что-нибудь понадобится, просто попроси. Так. Починить мое снаряжение. Пожалуй, могу. Братство. Давай-ка мне, пожалуйста, боевой дробовик. На 50% за 200 крышек. Плазменная винтовка. Мне не надо. Что мы можем починить еще? Нельзя отремонтировать выше. Ага. Жаль. Снайперку тоже можно ремонтнуть чутка. Да и в принципе можно Магнум тоже. Давайте подрихтуем. Хорошо. Так. Можете поподробнее рассказать мне о братстве Стали? О, разумеется. Более того, думаю, что мог бы написать несколько трактатов о различных аспектах жизни братства. Но мне кажется, что ты торопишься, так что, может, тебя интересует что-то конкретное? Так. С какой самой сложной проблемой сталкивалось братство? Всякий раз кажется, что самая главная и трудная задача та, что сейчас. Сперва выживание, затем расширение, а теперь единство. Мы тут навидались уродцев и самозваных диктаторов. Это еще не самое страшное. По крайней мере, нового тут мало. Но последние события. Раскол, уход изгоев. Вот эти вещи меня по-настоящему тревожат. Расскажи еще об изгоях. Это очень печальная история. В прошлом году часть наших солдат радикально разошлась во взглядах со старейшиной Лайенсом. Конфликт вышел из-под контроля и в наших рядах назрел раскол. Верные солдаты просто вышвырнули дезертиров. Теперь они называют себя изгоями. Кого изгнали? Солдаты объединились вокруг паладина Кадена, одного из тех, кто пришел со старейшиной Лайенсом с запада. Они служили вместе больше двадцати лет. Кадена уважали, и он был так же верен идеалам братства, как и старейшина Лайенс. Они просто не сошлись в трактовке наших клятв. Но когда разногласия перешли в мордобой, он ушел с изгоями. В тот день мы потеряли больше братьев, чем в любой битве. Большие потери. Есть какой-то способ уладить вражду? Лайенсу и Кадену пришлось бы хоть как-то примириться. А это очень маловероятно. Они оба очень гордые и упрямые. А я бы хотел, чтобы мы смогли хотя бы не забывать, что мы по-прежнему на одной стороне. У нас ведь есть и более серьезные проблемы. Это да. С чем связан был раскол? Старейшина Лайенс боролся за спасение жителей столичной пустоши. А изгои хотели уйти и оставить их на произвол судьбы. Они говорили, что важнее всего спасти технологии с научной базы в руинах Форта Индепенденс на Западе. Каким бы жестоким ни было их решение, оно ближе к первоначальной задаче нашей экспедиции. Старейшина Лайенс — пример для всех нас. Но они считают его предателем. Ясно. Как вы к ним относитесь и что делаете? Хотя многие наши солдаты хотели бы увидеть, как их расстреляют за дезертирство. Мы мало что можем сделать. Нам не до того. У нас тут супермутанты. А они тем временем продолжают искать новые технологии и пытаются связаться с братством на Западе. Так что наши дороги редко пересекаются, и еще реже мы расстаемся мирно. Надеюсь только, что все поостынут, прежде чем случится непоправимое. Ясно. Хорошо. Неприятная тема, верно? Песцы, анклав, подчинить снаряжение, все. Почему-то нет никаких квестов. Никто нам ничего, никаких заданий не дает. Как-то грустно даже. Не работает терминал. Жаль. Ладно, мы, наверное, на этом пока что прервемся. В следующей серии мы еще пойдем в крыло Б. Я запрещаю. Я запрещаю. Так. Мастерская. Пошли отсюда на выход, пожалуй, да? Это выход, насколько я помню. Кольцо А, зал и старейшина. Ну, в этой серии, в любом случае, хоть никакого экшена и не было, что многим, конечно, не понравится, но все же мы заручились поддержкой высшего паладина со светящимися глазами. И узнали о Изгоях, и узнали о Яме, о The Pit. Собственно, о двух DLC нам немного рассказали. Что тоже было довольно интересно. Добро пожаловать. Хорошо. Ну, а пока что мы с вами попрощаемся. И увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok